Фундамент рациональной фармакотерапии на этапах профилактики, лечения, реабилитации пациентов высокого риска. Хованов Александр Валерьевич, доцент Института традиционной восточной медицины, кандидат медицинских наук. Пожалуйста. Эндокологическая реабилитация живет и все вот эти методики, которые перечислялись, они все-таки строятся на энтеральной детоксикации. Поскольку энтеральная детоксикация, она основана на самом древнем из известных фармакологических способов лечения, на кишечной адсорбции или энтеросорбции. В чем заключается смысл? Дело в том, что мы сосуществуем с большим количеством микроорганизмов, это называется микробиота, которые проживают в нашем организме, в кишечнике прежде всего, да, и в других органах и тканях. И они продуцируют эндотоксин и другие активные вещества, которые, попадая в кровоток, вызывают образование провоспалительных цитокинов. Это интерлекин-1, фактор некрозоопухоли и так далее. И те, в свою очередь, воздействуют на органы и ткани, и благодаря им организм поддерживается в постоянном тонусе. Да, благодаря этому существует наш иммунитет. Так вот, в случае различных патологических ситуаций, нарушений и так далее, уровень эндотоксина, который поступает в организм, увеличивается. Да, соответственно, возникают различные патологические процессы, которые зависят от нашей генетики, от условий окружающей среды, от ядрогенных вмешательств и так далее и тому подобное. То есть, если мы посмотрим, как это реализуется на практике с точки зрения диагностики, да, здесь Салахов и коллеги в свое время провели исследование и показали, что уровень эндотоксина увеличивается при самых различных заболеваниях. От них сидит гепатит, увит и так далее. Он увеличивается у спортсменов в период максимальной нагрузки, подготовки к соревнованиям, во время соревнований. Он увеличивается с возрастом и достигает, в конце концов, такого уровня, когда он становится несовместим с жизнью. Ну, собственно говоря, как можно воздействовать на этот процесс? Естественно, самым перспективным является воздействие на кишечник. Помните, как говорил Гиппократ в свое время, да? Откуда начинаются болезни? Все болезни начинаются с кишечника и смерть человека начинается с кишечника. Более того, скажу я вам, одним из таких абсолютных признаков неблагоприятных является эрозивное язвенное поражение кишечника. Когда он не развивается, это значит, что человеку осталось буквально несколько дней. Поскольку все остальные органы могут как-то работать и выживать, а вот кишечник без него мы, к сожалению, прожить не можем. Как у нас вообще существует кишечник, вы знаете, да? Почему он сам себя не переваривает? Потому что постоянно происходит слущивание эпителия. Постоянно происходит слущивание. Даже гвозди переваривает организм, да? Желудочно-кишечный тракт. А свою стенку не переваривает. Потому что очень высокий реабилитационный потенциал у кишечника. То есть очень быстро происходят процессы репарации. Но они требуют огромных ресурсов организма. Так вот, если нарушаются эти процессы, как раз-таки возникают проблемы. А как их решить? Ну, таким вот костылем, таким вот способом реабилитации является как раз использование кишечного отсутствия. Почему? Потому что это связывает токсины и выводит их натуральным путем. И тем самым предотвращает их рециркуляцию. То есть те токсины, которые поступают в кишечник, ну, в желудочно-кишечный тракт, в верхних отделах, они в нижележащих отделах возвращаются в организм. Понимаете? То есть организм не успевает от них избавляться. А если у нас органов выделения работают недостаточно, как это проявляется? Ну, от своих студентов я учу. Как надо ставить диагноз? То есть еще до всяких КТ, МРТ и так далее. Вот заходит к тебе пациент с порога, видишь, если кишечник плохо работает, значит, что будет у пациента? Вместо кишечника органом выделения становится кожа. То есть идут процессы выделения через кожу. Образуются гнойники, да, в них накаливаются токсины, гнойники скрываются, выходят токсины наружу. Легкие начинают работать вместо кишечника, да? То есть запах, ну, вы знаете, печёшный недостаточно, печёночный запах, почечный недостаточно, почечный запах и так далее. То есть легкие начинают работать в качестве органов выделения. Если не хватает этих органов, например, при высоком содержании тяжелых металлов, радионуклидов, как организм от них избавляется? Он их накапливает в волосах и вместе с волосами сбрасывает. Поэтому человек лысеет, например, во время облучения, при получении серьезных нагрузок лучевых и так далее и тому подобное. То есть то, что человек имеет проблемы с выделением, это видно с первого взгляда. А в чем заключается наша задача, как реабилитологов? В том, чтобы эти процессы нормализовать, чтобы помочь человеку вот этот период тяжелой адаптации пережить. Поскольку если мы помогаем ему пережить, то мы тем самым облегчаем его участь. Ну и самое главное, внешний человек начинает выглядеть моложе и лучше, когда у него кишечник хорошо работает. Поскольку и кожа, и легкие, и глаза, то есть и со слезами выделяются токсины. Отсюда и проблемы с глазами и так далее. То есть вот то, зачем к нам приходит человек. И мы эти проблемы можем решить старинным, как мир, способом энтеросорбции. Вы же помните, что геофагия, она описана была еще Гиппократом, поедание глины. Ну, например, пика, да, феномен. Беременные едят глину. Когда? Когда у них возникает интоксикация. Мел, глину едят. Это, казалось бы, глупость, да? Ну, внешне. Зачем? Несъедобные вещи есть. А они едят их для того, чтобы очиститься изнутри, из кишечника. То же самое у животных. Животные же много едят, и птицы, и так далее. Несъедобных вещей. То же самое глину. Почему? Потому что они тем самым себя очищают. И вот этот феномен геофагии, почему его не используют в реабилитации? Вот ваш поклон-слуга в Британии провел исследование с коллегами. Видите, опубликован. Есть такой журнал Nature. Слышали, наверное. Вот добавили токсины в раствор и добавили сорбенты, которые используются в Британии. Это разгиль, черкодот. Через полчаса все токсины сорбированы из раствора. Ничего не осталось. То же самое произойдет и в кишечнике. То там еще больше времени для этого. И увеличивается уровень эффективного альбумина и общего альбумина за счет этого. Потому что печень начинает лучше работать. Что происходит? Значит, сорбент удаляет токсины из кишечника. Освобождаются сайты на транспортных белвах, на альбуминах. Способствует это удалению токсинов из тех депо, где они накапливаются. А накапливаются токсины у нас и в коже, еще раз повторюсь, да, и в печени, и в других органах. И тканях. И способствует это тому, что органы выделения работают качественнее. Ну и подтверждение этого клинические исследования. Ну, допустим, Худин с автором. Они посмотрели детей, проживающих в солитебных зонах. Ну, что такое солитебная зона? Зона вокруг цементных заводов. Ну, по сути говоря, все урбанизированные территории – это одна большая такая солитебная зона. Где вот сейчас едешь по Иркутску, да? Ну, я первый раз в городе, но я вижу, как быстро он вырос, потому что все здания новые. Ну, буквально там 5-10, ну, 15 лет вот эти высотные. А что такое новые здания? Это цемент, это пыль, это все остальное связано с тяжелым металлом. Конечно, это пройдет со временем. Воздух у вас чище, конечно, чем в Москве. Но хром, сурьма, свинец, мышьяк и так далее накапливаются в организме и детей, и взрослых. И вот он посмотрел, как они выделяются без сорбента. И вот что происходит, когда добавляем сорбента. Вот кадмий только сорбентом выделяется. Эти данные опубликованы, можете посмотреть. Что касается энтеротоксинов, да? Вот, стафилококус ауреус и так далее. Вот есть у нас Федор Семенович Флуер, известнейший микробиолог в стране. Так он провел простой опыт. Он добавил на чашку Петри с колонии стафилококка энтеросгель. И, как видите, количество колонии образующих единиц уменьшилось. И перестал определяться энтеротоксин. Ну, какое еще должно быть доказательство? То же самое произойдет и в кишечнике. Но на всякий случай, все равно я повторяю, допустим, в той же самой Молдове, они знают об эндоэкологической реабилитации. И вот доктор Баян провел исследование у детей с болезнью Гершпрунга. Микробиота, вот у них как выглядит микробиота, профиль. И вот нормальная. Он две недели давал энтеросгель и пробиотик. Как видите, профиль практически пришел в норму через две недели. То есть стал соответствовать натуральному профилю безопасности. Ну и сейчас мы с чем столкнулись, коллеги? С тем, что у нас огромное количество антибиотик, ассоциированных проблем. Да, антибиотик, ассоциированных заболеваний. Это антибиотик, ассоциированная диарея, антибиотик, ассоциированная пневмония, антибиотик, ассоциированный гепатит, лекарственный, да, иначе называемый. А если мы посмотрим стандарты лечения, чем лечить надо? Антибиотиками предлагают лечить антибиотик, ассоциированных заболеваний. Ну, никуда не денешься. Такие стандарты. Не мы их придумали и не нам их отменять. Но мы что сделали в госпитале Вишневского? Мы взяли стандартную схему, посмотрели, как она работает, и взяли схему с сорбентами. Что оказалось? Оказалось, когда давали сорбенты, диарея проходила на 2-3 дня быстрее, и больные были выписаны быстрее, гораздо состояние их улучшилось. То же самое было и при синдроме родожженного кишечника с диареей. Это функциональное заболевание, вы знаете, сейчас специально выделили группу функциональных заболеваний. Они в очень большом количестве появились, особенно после коронавирусной инфекции. Ну и до этого они были, кстати. И вот что происходит. Уменьшается уровень эндотоксина по сравнению с контрольной группой при применении сорбента. Вот зеленая линия. Ну и то же самое было при антибиотике в синдроме, видите? Но здесь дольше процесс реабилитации. Три недели практически. И то же самое при воспалительных заболеваниях кишечника. Тоже результаты получены. Ну, конечно, меня спросят, а где же зарубежные исследования? Таких нет. Ну, вот ваш поклонослуга, видите, вот соавторы. Журнал British Medical Journal публикацию сделали. Провели исследование в Британии, в Лондоне. Ну, куда уж выше. Взяли Лондон. Вот схема лечения британская диарея, красная линия. Вот схема наша, российская с энтеразгелем. На 19 часов быстрее нормализовалось состояние пациента. Ну, какое еще может быть выше доказательства? Да. Но это все равно недостаточно. Мы на этом не остановились, поэтому пошли дальше, потому что функциональное заболевание, вы знаете, это основа для реабилитации. Ну, понятно, что функциональные заболевания вообще были придуманы как альтернатива органическим заболеваниям. Поскольку органические заболевания требуют интенсивной терапии, хирургического лечения и так далее, а функциональное заболевание вроде как ничего и не требует особо. Ну, функцию нормализуй и так далее. И вот здесь видите римский консенсус, четвертый пересмотр функционального заболевания ЖКТ. Знаете, что пишут наши коллеги из Европы? Что сейчас основа – это симптомы. То есть возвращается опять к симптомам. Не вот эти суррогатные показатели, там уровень холестерина, молестерина и так далее, а именно симптомы. И говорят, что медицинская помощь направлена на симптомы, поскольку доказательства, что физиологические нарушения, объясняют симптомы, ограничены. То есть их нет в большинстве случаев. А симптомы, они приводят пациентов к пациентам медицинских услуг, то есть к нам с вами. В санаторий они приводят пациента. Если у пациента симптомов нет, чего он к нам пойдет? Зачем? Тем более деньги, если будут тратить свои. Ну ладно, там еще за государственным счетом, тут объясним. Ну и синдром отраженного кишечника, как наиболее такой яркий пример функционального заболевания. И вот ваш покорный слуга с британцами решили провести исследование, взяли цель 430 пациентов. Понятно, что сложная проблема, когда с британцами стал говорить, они говорят, ну у нас вообще не проблема набрать этих пациентов. У нас половина Британии у них диарея, у другой половины запор. Мы тебе сейчас их наберем. И действительно очень быстро набрали половину пациентов до февраля 2020 года. И тут бух коронавирусной инфекции. Все исследования в Европе остановились. И наши исследования стали. И мы были первые, кто получил разрешение в Британии от Минздрава на перевод исследования в дистанционный формат. То есть этот формат мы начали в очном формате, то есть пациент приходил к нам, получал лечение и так далее. И перевели на удаленную виртуальную версию. Еще лучше стало. Еще больше пациентов было задействовано. И вот смотрите, как быстро начал набирать. Вот тут маленький перерыв был, пока Минздраве разрешение давали. И тут бух. Буквально за несколько месяцев почти в два раза ускорился набор. Значит, мы показали, что виртуальное исследование имеет преущество. Сейчас в Нью-Касле там докторская диссертация по этому поводу защищается. И вот что отметили британские газеты про это исследование. Что это рывок для Великобритании в развитии возможностей виртуальных клинических исследований в пандемию COVID-19. Вот если не верите, вот это сайт британского Минздрава. То есть исследование показало, что интеразгель помогает функциональную проблему решить. Боли в животе прошли. Стул нормализовался. Более через 70% пациентов. Вот уже рекомендации у британского общества для лечения синдрома дозвонок кишечника с диареей. Ну что такое синдром дозвонок кишечника с диареей? То есть пациент не имеет никаких серьезных органических проблем. Ну и в то же время не устал, не устойчивый. То есть периодически возникают проблемы, но это часто достаточно бывает в нашей среде. Почему так хорошо работает? Дело в том, что в отличие от глины, частицы интеразгеля, они отрицательно заряжены. И бактерии отрицательно заряжены. Так вот они между собой отталкиваются. Но когда бактерия гибнет, как показано в этих микрофотографиях, Шигелов, Самонол или Шерихи, она заряд отрицательно теряет. И сорбент ее просто раздевает, видите, снимает с ней вот эту кожу. Это липополисахарид, не что иное, или эндотоксин. И уносит его натуральным путем. То, что нам и нужно. Ну и понятно, что не только, так скажем, функциональные заболевания нуждаются в энтеросорбции. Вот здесь я вам показываю исследование. Вот видите, Хованов тоже в соавторах. С Матковичем мы провели, Вишня, это в Загребе, Хорватия, онкогинекология. Значит, женщины с раком женских половых органов пять недель получают радиохимиотерапию. Вот что с ним происходит. Почти на два килограмма теряют весе в среднем. А в той группе, которой мы пять недель давали энтеросгель, вес сохранился на том же уровне. За счет чего? За счет того, что у этих женщин не было тошноты, рвоты, диареи, аппетит сохранялся и так далее. То есть, мы показали, что сорбент решает эти проблемы. Ну, наши онкологи знают об этой проблеме. Они рекомендуют лечение с помощью сорбентов. Да, и еще одна важная проблема. Ну, когда мы говорили о дерматитах, о коже и так далее. То есть, особенно женщин это касается. Дело в том, что волосы, кожа для женщин очень важны, потому что они в зеркало смотрят, в отличие от мужчин. А на мужчин женщины смотрят. Ну, если нужны они. Так вот, Яромир Быстрой, это в Чехии, провел мультицентровое исследование при атопическом дерматите. Взял наш сорбент, давал им 30 дней за час до еды или через два часа после еды. И что получилось? Даже через шесть месяцев сохранялся положительный эффект. Естественно, что сразу в течение месяца он был и шесть месяцев сохранялся. То есть, это не что иное, как прямое показание для назначения пациентов с различными кожными заболеваниями и так далее. И особенно это интересно для детей, для беременных, для кормящих, то есть, для уязвимых пациентов, которым нельзя использовать, так скажем, инвазивные и системные препараты. Ну, вы знаете, в инструкциях везде написано, отказ от кормления грудью или надо забор делать, чтобы продолжить лечение. Ну, это же преступление и то, и другое. Зачем? Когда можно использовать сорбент и многие проблемы решить, и беременные, спокойно ребенка родит, и женщина продолжит, так скажем, беременность свою. Ну, и если мы говорим про вакцинацию, да? Очень хорошо вакцинировать здоровых, но вообще лечить здоровых хорошо. Здоровым все полезно, а больным все вредно. Так ведь? И вот я вам показываю данные про Цука. Он посмотрел детей с аллергологическим отекощенным анамнезом, оказывается, их очень сложно вакцинировать. Им что не уколешь, у них раз, реакция сразу. И вот он придумал готовить их за неделю до вакцинации. Он такую схему использовал, гипоаллерген, диет, антигистамин, энтеросгель, пробиотик и провел им вакцинацию без проблем. Ну, коронавирусная инфекция, нельзя про нее не сказать. Вы знаете, уже 17 версий временных металлических рекомендаций. Препарат туда заходит, выходит, как пассажиры общественного транспорта. И единственная, пожалуй, группа – это энтеросорбенты, в том числе энтеросгель при интоксикации, дискомфорте в животе, тушнотервоте, которые используются с первой январской версии и по последней, по 17-й. Ну, и понятно, что современные энтеросорбенты, в отличие от глины и углей, по инструкции могут использоваться для профилактики. То есть, еще до того, как что-то развилось или на фоне хронических заболеваний. Вот я вам говорил про эндоэкологическую реабилитацию, но это меня коллега говорил. Вот профессор Исаулова у детей в Астрахани, которые проживают вокруг газоконденсатного комбината с хроническими заболеваниями верхних дыхательных путей, использовал двухнедельный курс энтеросгеля и левиасан. Левиасан как раз он назван в честь Левина. Ну, это его продукт. Это продукт, который способствует выделению ускоренному лимфы. Но смысл лимфу гнать, если вы кишечник потом не очистите, никакого нет, то все равно токсин будет рециркулировать. И вот она два этих продукта использовала, энтеросорбент и левиасан, и получила снижение пропусков занятий у этих детей почти в три раза. Данное опубликовано. Ну, а что касается реабилитации, то по поводу реабилитации не в этой аудитории мне говорить, что это такое, на всякий случай дал определение. Ну, вот есть такой известный кивач, это клиника. Вот они буквально на днях опубликовали большое исследование. Значит, там они оборудовали, так скажем, площадку, там очень живописное место, это Карельские леса, водопады, озеро и так далее. И вот пациенты туда поступают, на самом деле, достаточно, так скажем, недешевое удовольствие. Вот 14-дневное санаторно-курортное лечение. Некоторые из пациентов курят. Ну, в целом, они используют, значит, ограничение калорий, другим словом, голодание, частичное, да, очищение желчного пузыря, очиститель клизмы, гидроколомотерапию, и единственный препарат во всей этой схеме, то есть все это в основном за счет различных, так скажем, трав, чаев и так далее. Единственный препарат, который они используют в этой схеме, это энтеросгель. То есть заходит пациент, у них в палате лежит уже препарат, они его каждый день, три раза в день применяют. И, естественно, что вот эта СПА-программа, комбинированная с энтеросорцией, она позволяет снизить токсическую нагрузку и повысить, так скажем, жизненный тонус. И улучшить качество, как они пишут, старения. Но эти данные тоже опубликованы, можете с ними ознакомиться подробно в течение двух недель. Но есть много работ различных. Вот я вам показываю работу Наркевич, реабилитация для работающих в условиях малодозных воздействий и курящих. Тоже использовала поливитамины и сорбенты в течение курсов по 10 дней, 3 месяца, 2 раза в год. И очень хорошие получила результаты в виде снижения количества заболевших и количества дней пропусков работы. Ну, а если мы говорим про постковидную реабилитацию, вот я вам показываю комплексно-назадительные программы при ковид, это медицинские рекомендации Москва, 21-й год, под редакцией Академика Никитина Тутальяна, они прямо пишут, что лекарственные средства, которые можно рекомендовать для повышения общего самочувствия и укрепления общего здоровья, это энтеросорбенты. Ну, в частности, то же самое энтеросорбенты. Там также написано, что можно применять и антибиотики, и пробиотики, то есть, сори, пробиотики и витамины. Но и пробиотики, и витамины, они должны применяться под контролем медперсонала, поскольку вот сегодня уже говорили про витамины D и так далее, там может быть передозировка. Ну, вообще, жироцетворимые витамины, чем плохие, что их можно передозировать. То есть, их бесконтрольно применять нельзя. Спасибо за внимание.